2 января перинатальный центр Ленинского района посетила делегация правительства Московской области. Заместитель губернатора региона Лидия Антонова вместе с министром здравоохранения области Ниной Суслоновой поздравили мам с рождением детей и отметили высокий уровень Видновского центра. Он отличается профессионализмом сотрудников и техническим обеспечением. Подробности в нашем следующем сюжете. Для жительницы Домодедова Анастасия эти роды первые. Как любая женщина, она сильно волновалась за здоровье будущего ребенка. Смогут ли новорожденному оказать своевременную и качественную медицинскую помощь. Но попав в руки врачей Видновского перинатального центра, все переживания сошли на нет. В новогоднюю ночь она родила здорового мальчика Даниэля. С Новым годом, с новым счастьем. Это как раз счастье. В июне прошлого года Видновский роддом получил статус перинатального центра. Были открыты дополнительные отделения выхаживания новорожденных с малым весом, отделение анестезиологии для мам, расширенное реанимационное отделение. 150 высококлассных врачей работают здесь, сохраняя жизни тяжелым детям. Здесь мы видим, что те стандарты, которые утвердил губернатор Олегович Воробьев, они реально реализуются. И создана не просто возможность получить высокотехнологическую медицинскую помощь, но здесь созданы возможности чувствовать себя как дома, уют. То есть здесь снимаются психологические барьеры, трудности для рожениц. В ночь на 1 января в перинатальном центре родилось 9 детей. Все они жители Московской области. Министр здравоохранения Нина Суслонова отметила, что Видновский центр способен работать на обслуживание рожениц всего Подмосковья. Мы будем расширять площадь этого роддома. В перспективе это возможно будет статус, если будет, так скажем, у всех желание областного, потому что сегодня он уже работает на весь округ. А подготовка специалистов, кадровый потенциал, материально-техническая база позволяют уже работать на всю Московскую область. Сейчас в Подмосковье таких крупных перинатальных центров только два. Но благодаря губернаторской программе по развитию области в регионе появится еще не один центр, где будущие мамы смогут получать качественное медицинское обслуживание.